Всем привет! Всегда я снимаю не по правилам, потому что сегодня буду рассказывать о Manly Pro. Она крашена совсем другими продуктами, но я покажу макияж с этими продуктами. И кто хочет, может посмотреть предыдущее видео, там я была как раз в тенях от Manly Pro. Итак, ну начну сначала еще, еще из неправильного, с аромата от Kylian. Эта хорошая девочка становится плохой, экстрим. Новый аромат для меня. Здесь уже не белый клатч, как в прошлый раз, а черный со змеей. Когда только открываешь, мне кажется, что пахнет кофе, коньяком, жвачкой. Коньяк непременно хороший французский. Иксо. Пусть будет это Иксо. В общем, невероятно приятный, но почему-то мне он кажется менее стойким, чем его предшественник. А когда рассеивается, уже нет всех этих отдушек. Он становится более прохладным, нейтральным. Но достаточно богатый аромат. Богатый не густой, а просто там многоголосье. Слишком много всего. И честно говоря, эта упаковочка мне нравится очень. Ставлю ссылку на продавца, где можно купить по хорошей цене парфюм. Парфюм. Не знаю почему, но мне нравится уже второй аромат с одноименным названием. Хотя был еще какой-то летний аромат, который мне не понравился. Как-то был слишком прост, мне показалось. Он был летним, но неинтересный. Как мне кажется. А вот эти два аромата, которые белый и черный, мне нравятся. Сейчас покажу, как выглядит. Это первый классический аромат. Это новый. Последний. Интересно, если их так сравнить. У них есть что-то общее, но... Или нет? Ну, мне кажется, я бы не угадала, если на ком-то услышала его, что здесь есть что-то от девочки. Мне кажется, другое. То есть, если этот совсем прям девочка-девочка, то здесь действительно чувствуется переход, как становится она плохой. Не совсем плохой, но становится уже. Мое название оправдывает. Становится только плохой. Но не стало. Теперь Манли. Итак, коробочка от Манли Про. Такая большая. Здесь много чего. Я уже все распаковала, поэтому покажу. Здесь только остались упаковочки. Начнем со спонжа. Я уже его показывала. Это знаменитый скошенный спонж. Очень мягкий. Наверное, уместно в сравнении с бьюти-блендером этот спонж гораздо-гораздо мягче. Наносится он точно так же, мне кажется. Очень приятный в использовании. И удобный. То, что можно добраться до... Например, вот сюда. Ну, а потом буду наносить макияж, покажу. И цвет у него красивый. Ну, и плюс по цене он гораздо приятнее, чем бьюти-блендер. Вот в такой упаковочке находится. Теперь тени. Четыре оттенка теней. Здесь наклеечки. Я сама их наклеила. Сейчас покажу, откуда. Мне прислали такие наклейки. Видите, уже здесь нескольких нет. Они для кистей вообще-то. Но мне показалось на тенях. Они тоже хорошо смотрятся. Особенно вот этот мне понравился. Сиди, как мило смотрится. Итак, тени. Безумно яркие, красивые тени. Покажу их по очереди. Я могу вам сказать название. Название интересное. Царица. Верность. Душа. Золотая лань. Я, честно говоря, вытащила их из коробочек. Это единственные тени, наверное, которые будут у меня без коробочек. Потому что мне показалось, что они вот именно так красиво смотрятся. И теперь я не знаю. Единственное, что вот это, конечно, золотая лань. Понятно. Все остальное я не могу сказать, почему принадлежит. Потому что я все распаковала. На самих упаковках нет номера. Ну, по названию, я думаю, можно будет найти, что это такое. Итак, покажу, какие они красивые. Сильно пигментированные тени. Легко набираются. Я, когда их увидела, это было сразу понятно, что они хорошо набираются. В принципе, так есть. Совершенно не обманулась. Вообще, считаю эту марку одной из самых удачных марок в плане цены-качества. Соответственно, полная. Эти тени, мне кажется, можно использовать еще и как румяна. Очень красиво будет. Нежные. Просто освежить лицо. Особенно на весну. Весну, лето. Пока еще не загорели. Вот такой красивый оттенок. Этот очень густой, богатый оттенок. Очень красивый. Мне сильно понравился. И вот этот. Этот оттенок вроде серебряный. Но он уходит потом в желтый. Сводчи тоже покажу на все оттенки. Посмотрите, какие они красивые. Это с первого раза практически. Они вот так вот наносятся. Без базы к концу дня они, конечно, будут скатываться. Но у меня века жирная. Если не жирная, я думаю, что не будет даже таких проблем. Растушевываются прекрасно. В общем, никаких проблем я с ними не заметила. Очень удобные в использовании тени. И плюс они еще легко открываются. Упаковка отличная. После теней, я думаю, логично будет говорить о кистях. Посмотрим, сколько у меня этих красавиц. Вот. Вот. Это новый дизайн. Новые кисти. Вот эти кисти я просто обожаю. Это верная кисть. Которая упругая. Она очень понравилась. У меня есть. Я взяла специально для сравнения. Людовик. Вот такую кисть. И эту. Посмотрите, какие они. Это более упругая, плотная и погущая кисть. Это более рыхлая кисть. В принципе, они обе нужны. Почему нет? Иметь обе. Наносить разные текстуры. Но я влюбилась все-таки от кисти от Монли. Вообще, я говорила раньше, что чаще всего я пользуюсь кистями именно этой марки. Эти все кисти я использую для теней. Но сегодня, например, наносила тон вот этой кистью. А мне понравилось. Очень удобно вот сюда, вот сюда, вот во все труднодоступные места. Удобно очень. Она доходит. Это деревянные кисти. Просто они покрыты. Не знаю, чем. Лаком. Я подпишу под видео каждую кисть, название и ссылку. В основном кисти из козы и токлона. То есть, есть натуральная вот эта вот кисть. Я так понимаю, это натуральная, это козочка белая такая. А вот эти для токлон. Такие более упругие кисти. Моя любимая верная кисть, конечно же, из енота. По-моему, они все делаются из енота. Именно вот такие кисти. А вот эта плоская кисть, это калонок. Я помню, когда я училась в художественном училище, самые крутые кисти были калонок, белка. Вот это калонок. Вспомнила прям годы учебы сразу. Обычно я чищу, если не успеваю, вот этим средством кисти. Здесь у меня тоже наклеечка. Это тоже средство от Manly Pro. Это салфетки. Очень удобные. Я чищу ими любые кисти. Ничего не портится. Все хорошо. Кисти все живы-здоровы. Чаще всего, конечно, я их мою водой, как сейчас, мылом, водичкой. Но если я спешу, им нужна вдруг какая-то кисть, а я и забыла помыть с вечера, то, конечно же, я использую салфетки для чистки кисти. И кисти у меня теперь есть. Могу их положить смело в стаканчик, потому что они у меня здесь лежат на столе, пока не показала, никуда не убирала. Еще один интересный продукт, даже более чем интересный, это хайлайтер. Называется он Галактика. И действительно, у него такой вид, как будто он из другой галактики. Смотрите. Во-первых, он был интересно запакован. Вот такая у него упаковка. Вот так. Вот так вот он был. Вот так это выглядело. Вот он внутри. Затаскиваем. Мне кажется, он и для фантазийного макияжа, и для жизни тоже подходит, потому что я его использую для жизни. Сегодня нет, но когда буду показывать макияж, покажу. Его можно использовать и на глаза, можно использовать на скулу, можно использовать на нос, на губы. Интересный хайлайтер. Посмотрите, какой он красивый. Он именно подсвечивает лицо. Подсвечивает холодом, холодом, но при этом лицо не серое, очень красивое, нежное, влажное лицо. Мне понравилась его текстура. Она легко растушевывается, совершенно не скатывается. Обычно все кремовые хайлайтеры, я не очень их люблю. Этот не скатывается. Он как-то очень легко какой-то дымкой наносится. Он не густой, не плотный. Муссовая текстура у него, она как раз очень удобна. Именно для этого оттенка, наверное. Идеальный. Очень много продуктов у марки, которых нигде не найдешь больше. И они действительно достойные, очень интересные продукты. Это один из них. Это мой любимец уже стал. Еще один продукт. Это вот такое средство. Называется, сейчас я его прочитаю, как называется, Дриада кремовый жидкий аджастер. Я впервые слышу такое слово. Аджастер. Он имеет оливковый оттенок. Чаще всего у людей встречается именно оливковый оттенок кожи. И поэтому аджастер именно для них. Но он может нейтрализовать. Понятно по цвету, что он нейтрализует покраснение. Он достаточно нейтральный. Посмотрите на его текстуру. Его можно смешать с абсолютно любым тональным средством. Он не мешает. Можно использовать его локально. То есть, если у вас где-то есть покраснение, например, на крыльях носа, часто бывает покраснение, можно просто именно туда использовать. Я, в принципе, так и делаю, чтобы нейтрализовать. Плюс красивая упаковка, как всегда. Стиль Монли чувствуется везде. Сейчас и кисти такие же. Ни с чем не перепутать. Давайте наклеим на кисть что-нибудь. Буквку М. Я уже говорила, конечно, всем понятно, что М это Монли. Но я подумала, что, наверное, можно еще сказать Мари. Вот. Теперь стала веселая кисть. Развеселилась. Захотелось еще что-то сделать. На козу. На козу наклеим... Нет, тоже букву М, только серебристую. Так. Это хорошо клеится. Вот. Вообще, я люблю лаконичные упаковки и вообще дизайн, чтобы было без ничего, без лишнего, как часто говорят. Но почему-то мне кажется, что именно этим кисточкам подходят эти наклейки. Мило. Когда надоест, сниму. А Монли все. Скоро будет макияж. Я покажу это все. Лучше показывать, чем рассказывать. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.